Отчество, как у вас? Александровна. А дата рождения у вас? Куда ехала бы? Всех этих людей объединила одна трагедия. Они похоронили своих детей. В ноябре прошлого года в Тольменском районе учительница Анна Деринг решила подвезти детей из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Трое детей погибли на месте. Вот он с батиком. А это вот перед гибелью. Буквально сентябрь, ноябрь он погиб. Он месяц не дожил до 10 лет. Очевидцы говорят, что в руках у Деринг был телефон. В этой аварии кроме нее еще выжил мальчик. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ранее Тольменский суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но учительница считает, что приговор за смерть троих детей несправедливый и суровый. В апелляционной жалобе она попросилась в колонию поселения. Она ни разу не позвонила, не попросила ни прощения, ни сожаления. Когда уже начали заседание, она мимо нас проходила. Когда мы уже на суде все говорили, что она никому не звонила ничего. Потом на следующее заседание она пришла, можно я прощения попрошу, по бумажке зачитала. Она должна вот отсюда идти, а не с бумажки. Я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Кстати, только в 21 году Деринг 11 раз оштрафовали за превышение скорости. Сегодня в суде апелляционной инстанции она присутствовала по видеосвязи. Приговор Тальминского районного суда Алтайского края от 19 сентября 2022 года в отношении Деринг Анны Александровны оставить без изменения апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения. Улучшить качество своей жизни учительница еще может через суд кассационной инстанции. А вот жизнь этих людей в каком-то смысле уже оборвалась. Каждый день родители ездят на работу через тот самый переезд, где погибли их дети. Уже будет год, как их нет. Она нас в покое не может оставить. Она забрала покой и здоровье всей семьи. Ни одной семьи, трех семей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.